Всем доброго, снежного утра. Я не знаю, мне кажется, или снег идет. По-моему, снег идет. Такой беленький немножко. Боня, снег пошел. Давай играть будем. Мячик дай. Давай мячик. Давай. Не хочет. Время почти 11 часов, я только встала. Что готовить, кушать, дети придут со школы. Вот Филька, что у нас творит с цветами. Царапает, грызет листья. Насчет травы. Тоже мне советовали посадить ему травку. Мы покупали травку. Может кто-то уже видел, я во влогах показывала. И что самое интересное, он эту травку не ел вообще. Вообще ему она не нужна была. Он даже на нее внимания не обращал, поэтому травку он не хочет. Авокадо тоже растет. Новые листочки, высокий такой. Тотус я пересадила, который упал. Филька его уронил. Он теперь такой тут некрасивый. Видишь, шляпка была. Она отклеилась. Тоже куда-то упала, потерялась. И все, теперь у него макушка вся в клею. Вот пусть растила. Поэтому вот здесь вот травка росла у меня, видите, зайчики, кролики, кошечки, специальная трава была. В итоге она засохла вся, завяла, потому что Филька не ел травку. Будем готовить обед. Купила себе новую сковородку. Старую я выбросила. Вот такая вот новенькая сковородочка. Вот, будем готовить что-нибудь. Сейчас хочу обратиться к нашим подписчикам, которые нас смотрят и иногда пишут такие комментарии. Например, вчера я прочитала, написала одна девочка, что не снимайте, как вы готовите. Иногда тоже бывали такие комментарии. Не снимайте, как вы убираете. Не снимайте, как вы кушаете. Я хочу спросить, а что тогда снимать? У нас семейный влоговый канал. Это наша жизнь. Это часть нашей жизни. Этим я занимаюсь, в принципе. Чем я еще могу дома заниматься? Воспитывать детей. Уборкой, стиркой, готовкой, а еще какими-то там делами. Если я удалю это из нашего влога, мне кажется, видео максимум будет набирать 10 минут. Мне интересно смотреть влог 10 минут. И что я буду показывать тогда? Кроме того, что я показываю, готовлю, убираю, что тогда показывать. Вы видите 50% из того, что у нас происходит в течение дня. Я не хожу 24 часа в сутки с камерой. Я ее оставляю, я ее выключаю, включаю в каких-то интересных где-то моментах. Я не могу это убрать. Многим это нравится, многим это интересно. Многих это мотивирует. Какие-то новые рецепты. Может быть, кто-то что-то хочет приготовить. Поэтому, если кому-то это неинтересно, есть такая функция в YouTube. Можно сделать перемотку. Если вам какой-то момент неинтересен, если потыкать пальчиком несколько раз, перемотка будет идти вперед. Если потыкать пальчиком с левой стороны, именно по видео, то перемотка будет идти назад. Вот и все. Просто перемотайте несколько минут и смотрите дальше. Я не знаю, напишите в комментариях, кому еще не нравится. Если вам не нравится, то я не знаю, но переходите на другой канал, где этого нет. Но я этого убирать не буду. Мой вам совет просто перематывать. Перематывайте эти моменты, которые вам не нравятся. Вот и все. И смотрите дальше. Вот, Бонни только что погуляла. Да, Бонечка? Под снегом. Нам сегодня нужно поехать в магазин за подарками, потому что завтра Каролина с Максом идут на день рождения. Еще Ксюша идет на день рождения, пригласил ее одноклассник. Вот, так что нужно поехать за подарками. И еще я забыла зарядить батарейку, и она у меня садится. Это вторая заряжается. Сейчас уже камера отключится. Бонечка, камера отключится сейчас. Все. Как тебе первый беседний снег? Нормально, да? В новых ходила? Да. Мы промокли? Не спачкались? Вот уже на траве снег лежит. К мне это писет. Мальчики? Мальчики эти. Прям учитель вышел, они вейп достали и курили прямо в классе вейп. Я потом открыла окно. Они курят, а вы дышите, да, этим? А я иду кушать. Вредным дымом. Уже иду. Давай, садись. Ты вилочку взял? А, вилочка там. До трех. До трех? Давай. Пока. Да. Давай. Это капюшон. Надень, потому что там снег идет. Намокнет голова. Ну хотя бы ты будешь сейчас дойдешь до остановки, снимешь. А то намокнет сейчас, там такой снег сыпет. Давай. У меня здесь подсушилось белье. Значит, буду вытаскивать. И хочу погладить, потому что... Обычно я не глажу, редко когда глажу. Но у меня белье залежалось, вот это белье залежалось в машинке, поэтому она очень сильно мятая. И здесь без глажки просто не обойтись. Поэтому буду я сейчас гладить. Я еще никогда не показывала во блогах, что я глажу, потому что я редко когда глажу. Если белье после стирки, после сушки я сразу складываю, тогда оно не мятое. Вчера забыла вытащить, поэтому придется гладить. Он сейчас точно... Смотри, что он делает. Он хочет зеркало прокинуть. Ты что там делаешь? Он играет с пулькой с твоей, Макс. Вот у него силы хватает. Представьте себе подвинуть вот это зеркало. Оно ведь тяжелое. Оно очень тяжелое. Он его двигает. Я-то его с трудом двигаю. Мама, смотри, дверь. Куда у него силы столько? Ты силач такой у нас? Сила у тебя богатырская. Богатырь. Ты богатырь маленький. Богатырь, тебе скоро 7 месяцев. 10 апреля. 7 месяцев тебе будет, мальчик. Большой такой уже, да. Растет, меняется. Морда такая становится огромная. На, морда какая. Как у тебя? Ай, не кусай меня. Вот он любит играть с такой пулькой. На, иди. Ксюша пошла в школу. Хотя ей учительница сказала, что сегодня в обед у нее нет. Ну, учитель сказал, что есть. Да, другой учитель сказал, что есть. И она думает, что учительница пошутила, так как сегодня 1 апреля. Потому что нам сегодня уже учитель пошутил. Смотри, он сказал, что у нас сегодня тест. И он какой-то тест дал, который мы никогда вообще от седьмого класса. Да? И восьмого не было. Че, вы поверили? Да. От седьмого класса? Нет, восьмого. Восьмого даже? Ничего себе. Он в интернете нашел и распечатал и всем дал. Не поленился, распечатал и всем дал. А потом 1 апреля, да? Если ты сейчас не вернешься, значит, это был уроки. Давай. Пока. Пока. Давай. Че, нету школы? Вы не поверили. Много пришли? Что? Детей. Я там только, когда мы пришли, там только были из другого класса. Моргоша уже приехала. Я тут все перегладила. Вот. Все кучки. Каждому разложила. Маргарита, это самая большая кучка твоя. Ой, нет, подожди его. Тут они сейчас перепутала. Подожди. А вот это твое. Все. Теперь каждый уносит свою кучку на место. Вот это все мне нужно зашить. Тут дырки на коленках. Дети катаются на коленках. Ползают. И все рвут. Это мне нужно все зашить сейчас. Так, ладно, все. Поехали. Готовы? Поехали мы в магазин. Ксюша будет подарок своему другу выбирать, а мы будем выбирать Данилу. Ему нравится Ходвиллс? Ему нравится или нет? Ходвиллс? Ему же Бамблби нравится. Роботы ему нравятся. Карлина там ходит, папе показывает. Карлина себе подарок выбирает или кому? Какой классный. Такой тебе нравится? Даже Майнкрафт есть. Бэби Йода классно. Сколько его собирают? Сколько там этих деталей? Немного. Интересно, какого она размера? Ну вот, как коробка. Нет. А, ну да. Ты просто вешаешь как картину потом и все. Здесь три штуки разные. Ладно, все, подарки выбрали. Пойдемте, теперь Ксюша будет выбирать подарок для своего друга. В другой магазин нужно. Это в канцелярский отдел. И нам нужно найти скетчбук какой-нибудь. Тут вот маленькие. Только не в клеточку. Не в клеточку только. Здесь карандаши? Ксюш, смотри, вот такой есть. Только я не знаю, если он в клеточку. Тоже красивый. Вот такие вот есть, но не в клетку тоже. Нам нужно простые белые листы. Ксюш, иди сюда. Ну, либо вот такой зеленый, либо черный. Просто черный? Да, вовсе черный. Да? Тут просто белые листочки. Тут есть такие. Это нужно в водичку бросать. Как бомбочка, что ли? Да, а потом... Мы зашли в обувной посмотреть обувь. Вот тоже, смотри. Так сейчас нужно уже на весну, а не на осень. Вот скетчерс. Ты же говоришь, что тебе нравятся разноцветные. Вот разноцветные. Макс, смотри, как у Ксюши. Как у Ксюши зеленые. Вот смотри, Каролин. Они блестящие. Так сложно ей обувь подбирать, ей ничего не нравится. Без шнурков, без ничего. Просто надел и пошел. Смотри, очень удобные. Ого. Пальчик, пальчик поднимай. Да, нормальные. Давай, один такой померяем, один другой. Посмотришь, какие тебе нравятся. Я не знаю, как себя вот это будет вести. Мама. Ну, это мой гранде, а? Ну, савель, на ка. Ну-ка, покажи. О, да. В каких тебе удобнее? Не знаю. С-с-с-мама. Тебе, мне кажется, проще с липучками. Чтоб ты не заморачивался со шнурками. У тебя же постоянно они развязываются. Ой, на снег все идет. И идет, и идет. Старая песенка поет. Мы всегда, когда садимся в машину, включается автоматически эта песня. Все, белым-бело. Так, заехали еще в магазин, купили мороженое. Очень вкусное, кстати. Собирались купить Каролине Максу обувь, а купили всем. Я себе взяла. Просто там скидка была хорошая. Вот такие вот. Тканевые. Куда ты хочешь сойти? Ну, просто погулять. У нас там снег на двое. Это Каролине. Тоже берет на улицу. Карлоночка. На улицу бегать. Это тоже Каролине. Ну, это на выход. Куда-то пойти погулять. Папа себе тоже взял. Как у меня. Вот такие вот черные. Тебе, то же самое, Макс. Да. Ай, такие тяжелые. У меня Максу взяли. Вот такие. Папа, Алине, как у нас в школу бегать. На улицу бегать. Нет, спорт. У тебя есть для спорта? Это ты будешь в садик. Нет, другой для спорта очень. Какой-то нехороший. Почему нехороший? Маленький. Маленький. Мне как раз. Ну-ка. Да, как раз. Пальчик вот здесь вот. Мне тоже. Нравится? Может быть, что у папы такие большие. Ай. Я тут сижу, читаю комментарии. Перечитываю новые комментарии. Один комментарий я тут прочитала. Хочу на него ответить. Надеюсь, успею ответить. Батарейка садится. Вопрос был по поводу пособий. Если государство дает нам пособие на детей. Да, мы получаем пособие на ребенка. Нам дают по 300 франков. У нас четверо детей. И в итоге мы получаем в месяц 1200 франков. Еще был вопрос, дают ли деньги при рождении ребенка. Дают, но не везде. Например, где мы раньше жили, в том городе, где родились Макс и Каролина, там нам не выплачивали. В некоторых городах, да, выплачивают там, по-моему, по тысяче что ли франков за ребенка, за рождение каждого. В общем, ну, я не получала. Пособие мы получаем каждый месяц. У Маргариты Ксюши нет швейцарского гражданства, но все равно нам выплачивают за это. Филька опять хулиганит. Он хочет опрокинуть это зеркало. Нам точно нужно повесить на стену. Он вон туда забирается и толкает лапами. И оно вот так вот двигается. Что он, не подходит, да? Видите, мы его с чего мочим? Когда он запрыгивает на кухню, мы его с пистолетиком, водичкой. Нам от сила хулиганила. Хулиганила. Завтра мы влог снимать не будем, потому что нас пригласили на день рождения. У нас после обеда дома не будет до самого вечера, поэтому смысл нет снимать влог. Полдня только. Вот. И сегодня я сделала такой эксперимент. Посмотрим, на сколько минут получится видео, и вообще, какое оно получится. Не снимала ни готовку, ни уборку, ничего. Поэтому посмотрим. Посмотрим, как получится, какой влог получится. Так что всем спокойной ночи, всем пока, а мы отдыхаем.